Сегодня в зале заседания районной администрации прошло очередное аппаратное совещание, на котором отчитывались руководители структурных подразделений, учреждений и организаций о проделанной работе за истекшую неделю. Вел в совещание первый замглавы администрации района Загир Гаджевич Батачев. По традиции, первым отчитался о деятельности администрации района Муслим Али Султанов, управляющий делами администрации. 25 января в городе Махачкала, актуал в зале учебного методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Дагестан, состоялось совещание по вопросу подведения итогов деятельности республиканской подсистемы ССЧС по осуществлению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2016 год и постановке задач на 2017 год под руководством министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных предсвитей Республики Дагестан Казима Магомедова Наримана Махмудовича. В работе совещания принял участие заместитель главы администрации муниципального района Бакиев Имам Паша Кучухович. 26 января в городе Махачкала здание учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в республике Дагестан состоялся учебно-методический спор с должностными лицами, уполномоченным по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, куда был направлен для прохождения обучения и уполномоченный по делам ГОЧС и пожарной безопасности Адемиров Роман Рамазанович. 26 января в городе Кизляре состоялось торжественное открытие образовательного центра в Северном территориальном округе, где принял участие министр образования и науки республики Дагестан Шахов Шахабас Курамагамедович. В администрации косоветского района в торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Касимов Вакит Алильханович и руководитель управления образования администрации муниципального района Абдулаев Абдуллахан Магомедович. 28 января в администрации муниципального района в рамках утвержденного графика ежемесячных выездных приемов граждан руководством правительства Республики Дагестан и администрации главы правительства Республики Дагестан руководительным органом исполнительной власти Республики Дагестан в муниципальных образованиях Республики Дагестан состоялся прием граждан первым заместителем министра промышленности и торговли Республики Дагестан Кандауровым Казбеком Османовичем. В приеме граждан приняли участие первый заместитель главы администрации Ботажа Загиргаджевич, заместитель главы администрации и руководителя структурных подразделений администрации муниципального района. Изомнение Резбиев, директор НМКУ УСАХА, отметил, что на прошлой неделе в районе с рабочим визитом побывал министр министрации Республики Дагестан Залкип Курбанов с заместителями по вопросу выщечего из строя Аквидука Герменчикский. На прошлой неделе к нам в район с рабочим визитом приезжал директор Загиргаджевича Республики Дагестан Залкип Магомеда со своим заместителем по вопросу герменчикского Аквидука, который находится у нас на территории Цельсовета Администрации. В результате поведенной ситуации в прошлом году, в июне, в августе, на реках Акташ-Ярексу размыло основу опору этого Аквидука, и вся металлическая комплекция пришла в негодность. Мы с Матозайном Рулой вместе с ним выезжали, по этому вопросу и восстановление Аквидук не подлежит. Они сказали, что его разберут и на место него построят новое. Обещали к началу полевого сезона подача воды, поэтому Аквидуку будет восстановлена по новому. Оттуда поливается тысячи хектаров нашего района земли и четыреты тысячи хектаров земли других районов. В хозяйствах района идет завершение похода площадей, удостановлено по 30 тысяч хектаров, а в следующих тысячи хектаров. Также в хозяйствах полна подготовка техники релегатов, в своевременном проведении весенних полевых работ, принимая годовые отчеты, работая по плану. Как отметил зам. начальника районного управления образования Айвар Магомедов, общеобразовательные учреждения района, работали в штатном режиме. С 20 января по 15 февраля в образовательных организациях района идет республиканский конкурс «Самый классный классный». 15 по 17 февраля будем проводить муниципальный этап. 24 января состоялся семинар заместителей директора по учебно-воспитательной работе по результатам школьного и муниципального этапа Всероссийских Олимпиады школьников по федеральным компонентам учебных предметов. 26 января состоялся семинар для учтения технологий на базе Новогородинской СОЖ на темы материаловедения, машиноведения и моделирования. 26 января состоялся конкурс чтецов на родном языке среди учащихся 11 классов на базе Баташиртовской СОЖ. По итогам конкурса подведены итоги, определенные школы, которые заняли первые места. По Кумукской языку занял Баташиртовская СОЖ, по Даргинским языку Сулевкенская СОЖ, по Лизгинским языку Куршская школа номер один, по Аварским языку Советская школа и Чеченский язык Могилевская школа. 29 января состоялся муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьных по истории Дагестана. В Олимпиаде приняли 92 учащихся из образовательных организаций района. Итоги конкурса подводятся. Также 26 января в Министерстве образования и науки сданы отчеты 1.ДО по учреждению дополнительного образования. На сегодняшний день в дополнительных образовательных учреждениях учатся 7 780 детей. Также заканчивается формирование второй базы выпускников 2017 года, которая в этом году должна сдавать единый государственный экзамен. И на сегодняшний день выпускники 2017 года составляют 522 ученика. Подведены итоги российского юниорского вводного конкурса 2017 на муниципального этапа, по которым тоже подведены итоги и определены места. Первое место занимает Новогатинская СОЖ, второе Хамовертовская СОЖ и третье Барановичевская СОЖ. Также подведены итоги республиканского научно-практического конференции муниципального этапа на базе Новогатинской СОЖ «Экологические проблемы Дагестана глазами детей». Итоги конкурса также подведены. Три лучшие работы – это Байрамовская СОЖ, Новогатинская СОЖ и Оксайская СОЖ. Эта работа будет принимать участие в республиканском этапе. Обриватный организат района работает в штатном режиме. Каких-либо эксцессов и случаев, что взрыва занятий в районе нет. По словам главного врача Хасовертовской районной центральной поликлиники Шиих Магомеда Дугожева, эпидобстановка в районе благополучная. Эпидобстановка по району благополучная. Регистрируются единичные случаи по острых респираторных инфекциям, острых пищечных инфекциям. Порог вирусных инфекций не превышает нормативы. За неделю было зарегистрировано 131 случай в ОРВИ, из них детей пятеро и госпитализированы. Педиатрами поликлиники совместно с участковой службой проводили анализ привительства детского населения по всем населенным пунктам. В поликлинике было всего 2442 посещения, больных из них 930 детей. В детские и лечебные учреждения госпитализированы также 8 детей. Согласно плану, составленному за 2017 год, продолжается у нас диспансеризация определенных групп взрослого населения. Подлежало осмотру 806 человек за неделю по району. Все они прошли обследование осмотра врачей. Врачами, кардиологами и неврологами были выезды населенной пункты Тимировул, Кандауровул, Круш для осмотра тяжелых больных на дому. Врачами скорой помощи обследованы 210 человек за неделю, точнее выезды по адресам осуществляют современно, то есть своевременно, не превышая нормативы. 39 человек госпитализированы в стационарах. О том, какая работа проводилась за истекшую неделю в Управлении социальной защиты населения, рассказал исполняющий обязанности начальника управления Махтибек Махтибеков. На истекшей неделе Управление работало в штатном режиме, все отделы вели прием граждан. У нас не по одному из отделов, не финансировано за инварию, а ждали финансирования. Подали необходимую заявку на потребную сумму и в ближайшие дни ждем финансирования. По ежемесячным детским пособиям задолженность была с октября месяца, вот они обещают нам погасить задолженность. Прочтительная неделя была богатой на проведении различных культурных мероприятий, как в районном центре традиционной культуры народа в России, но и в сельских поселениях. Учреждения культуры Хосевского района в сельском углу Могилевской, в районе Барьян провели литературно-музыкальную композицию и урок мужества, посвященную дню воинской славы и снятию Балкадии в городе Ленинград от 1934 года под названием «900 дней блокадных дней». Целью проведения этих мероприятий являлась ознакомением школьников георгическим прошлым, историческими событиями и подвигом участников Великой Отечественной войны. 24 января в Центре традиционной культуры Аджима-Жегатюр состоялся мероприятий, посвященный дню российского студенчества. К мероприятию филеала в сельской библиотеке была оформлена книжная выставка «Татьяна Неден, великой студент, с разделом праздники, молодости, романтики и надежды». Цель-филе нового культуры Аджима-Жегатюр и Центре традиционной культуры Аджима-Жегатюр прошли мероприятий по антитеррористской направленности, привлечению подростков в возрасте 14-17 лет. Эксперт-отдел безбизнесного взаимодействия в сфере флотерации Мурадилова, Джабраилов, Мурат и психолог Шаипова провели учащиеся в профилактическую беседу, после чего школьникам демонстрировали документальный фильм «Вся правда о наркотиках». На все возникшие у ребят вопросы были данные подробные ответы. «Круглый стол на тему наркомании, трагедии личности» провели сетки Дома Кудесина-Аксай. В мероприятии был оформлен стенд «Мы против наркотиков». В работе круглого стола приняли участие 35 человек, работники администрации, педагоги, общественных села и молодежи. На Севернском районе прошел цикл мероприятий в литературных кружках сельских мобилотек, подсвященном 85-летию юбилея известного лизгинского поэта Алимирзи Саидова. Мероприятие проводилось в рамках популяризации деятельности литературной культуры и языка. В селях селеков-проектах «Октябрьская», «Темировуха», «Малюрт», «Покровский», «Чалим», «Цалинка», «Кандару» организованы книжные выступления обзоры беседы по произведению советского писателя Валентина Катаева, посвященного 120-летию с дня его рождения. В районе Центра литературных культуры провели очередное совещание с работой культуры, где в ходе совещания было предложение рекомендовать всем директорам более подробно проводимые мероприятия. И проводимые мероприятия сами писали, давали информацию, скидывали Чураеву. И побольше, чтобы было открыто на сайтах и в наших газетах, в телевидении, больше было информации. Немало спортивных мероприятий прошло по республике, где принимали участие и спортсмены нашего района, сказал начальник отдела физической культуры спорта по делам молодежи Ахмед Исаков. Об итогах результаты государственной молодежной политики в республике и планах на 2017 год. Самым лучшим работой, которую министр отвечал, это была отвечена работа именно в Хасоведовском районе. Мы выступали даже как показательным докладом по работе, молодежной работе по политике. В нашем муниципалитете и в нашей работе главный специалист был награжден в течение этого отдела почетного грамота. Сам министр награждает как самую лучшую работу в среде городов и районах Республики Грегистан. На прошлой неделе с Миниспорта мы получили спортный инвентарь для центра тестирования по сдаче ГТО. Там перекладина, брусья, там винтовки, очень много оборудования, чтобы наши граждане могли сдавать синтетизирование в условиях, чтобы создали по сдаче ГТО. На прошлой неделе у нас 27 по 25 число ТЕКЛИМИКТЕВ в Многаяском районе прошло, проходило открытое седование по вольным борьбе седе юношей 2 за 100. Из нашего района выезжали 4 спортсмена и 3 стали победителями. Это воспитание, и сейчас его карманет. В свою очередь Имам Дин Кандауров, замначальника отдела экономики района, рассказал о работе комиссии по неформальной занятости населения. Также выступили Асиат Арслаханова, руководитель исполкома партии «Единая Россия» по Хасалютовскому району, исполняющий обязанности заместителя начальника ООО майора полиции Салим Джумаков. Затем по проблемам с уплатой за потребленный газ как в госучреждениях, так и населения, выступил начальник территорального управления Хасалютовского районного филиала ООО «Газпром» Межрегион «Газпятигорск» в Дагестане Магомед Султанбекович Султанбеков. Программа не видит показания узла учета, естественно, он его не читает. Когда он его не читает, и проводится начтение нормативное. Это по Республике Дагестан, правило поставки газа. Договор вот такой, который заключен с потребителями. Если вот один месяц текущий не оплатил, идет на все и по площади. Даже если один день поздно оплачешь, агент. Агентом является Пошта Россия и Кредитный Вестбанк МПФЗ. Они принимают оплату, они занимаются сборами. Естественно, наши потребители, абоненты вносят оплату нашим агентам. Агенты, согласно договору, выгружают оплату в течение пяти календарных дней. Ну, естественно, мы все получаем зарплату, от полученной зарплаты мы вносим энную сумму денег за потребленный газ. И то, получают 25-26 мы вносим его. Агент выгружает его в следующий месяц. Естественно, программа не может его видеть. Когда он не видит, я уже повторяюсь, он его не читает. Когда он не читает, он его не пересчитывает по вашему узлу учета. Естественно, на ваш лицевой счет проводится начисление нормативное. По площади, то есть 15,62 куба на один квадратный метр умножается, 30 кубов на члена семьи. И проводится начисление. В следующий месяц вы вносите оплату 10 числа. Однозначно программа его не видеть. Почему? Потому что вы один раз прозевали. А чтобы его видел программа, вы должны писать заявление. Чтобы контролер снял контрольные показы. Заявление на имя начальника участка. И естественно, начальник участка его регистрирует в течение пяти календарных дней. Опять-таки, вам направляют контролера, чтобы снять контрольные показания. У этого контролера есть другая работа. Он не успевает его снять. Да ему не надо. Естественно, дебютерка растет. Потом все чиновники возрушаются. Там правоохранительные органы, министр, президент. Вот почему дебютерка растет в Хасайюрском районе. И в Хасайюрте, и вообще в других районах, городах, республике. Естественно, в связи с этим она растет. Чтобы она не выросла, дебютерка. Чтобы у вас долги не были. Что нужно делать? Вносить оплату. В своем время. В полном объеме. Меня-то устраивает в любое время. Вас просто не устраивает. У вас дебютерка будет. Каждый месяц после закрытия отчетного периода мы выгружаем информацию. Каждый месяц после закрытия отчетного периода, 10-го шла, мы закрываем отчетный период. И выгружаем. Есть предприятия в Московской области. И печатают выдавление вам на карту. И через почту России мы вам направляем его. Вы его берете и думаете, откуда у меня задолженность. Я же оплатил в то время. Ежемесячно оплачиваю. У меня все оплаты есть. Хотя, открывая информационный лист вашего, любого лицевого счета, оплата. Там в году бывает 19 месяцев. Вы оплачиваете 3 раза, 2 раза. У меня долгов нет. Конечно, у вас долг есть. Программа не видит. Вообще, программа потеряла ваш счетчик. Запаха вашего счетчика нет. А там счетчик есть. В лучшем случае, в вашем злого учета, находится под козырьком. В худшем случае, под водостоком. Хотя в паспорте написано, где он должен быть установлен. Закрытый в нежилом помещении. Он должен быть защищен от атмосферных осадков. Если там пломбы не будет поставщика, если не будет клеймов госповерителя, если пломба завода-изготовителя, узел учета не выполняет свои функции. Он как бы переходник. В свою очередь присутствующий на обратном совещании депутат Народного собрания Республики Дагестан Багадур Хадисович Аббасов выполнил приятную миссию. За итоги 2016 года Загир Гаджевича, глава Республики, наградил именение часа. Аплодисменты, глава Республики Дагестан, вручительные имени часа. На следующий совещание, наверное, будет значит, за итоги работы учреждения культуры Республики значит, наградили главу района Камала Шабевича Салавова и начальника управления культуры Идриса Магомедовича. Материал получения находится у меня на следующем совещании вручениями сделаем общих совещаний активных. Всех благ я вам желаю. После чего аппаратные совещания дают...